Всем привет, друзья! С вами я, Антон Власов. И Юлия Анишко. И сегодня, друзья, мы продолжаем смотреть ТикТок. Очень интересно, мы с Кузьмой смотрели, что там только не было, это взрывали, это взрывали. Я, конечно, опытный человек уже давным-давно в ТикТоке, но, вы знаете, когда на свой канал его снимаешь, какой-то вообще уже, типа, другой уровень совершенно, Юля. Как ты вообще пришел к тому, что ТикТок пора снимать? Я снял 4 ролика, 4 обзора на эти похожие приложения, назвал их 4 садника апокалипсиса. А потом стал снимать просто реакт на ТикТок. Ну, до меня еще, по-моему, Эльдар снимал. Это как коронавирус, он прям, вот знаешь, распространяется, вот даже через экран, это еще опаснее. Я помню школу, и там были пиццы по 20 рублей. У нас по 10. По 20, у нас по 10 ты? У нас по 10. А тебе много давали, когда ты ходил на обеды в школе? Мне вообще не давали. Это в это совершеннолетие. Я тебя понял. Не, мне давали 10 рублей всегда. Мне давала мама, по-моему, 100 рублей или 50, не помню. Но, не, тогда что-то... А, значит, было уже после, наверное, в старших классах было уже 20. А вот обед стоил 25 полный. То есть там можно было и первое, и второе, и компот, и булка, но... И у нас обедов не было, мы так, покупали всякую херню. А мы тоже. А мы в конце концов шли с одним человеком со школы, у меня всегда было 10 рублей, я покупал чипсы вологодские, но мне не хватало никогда 50 копеек. И он добавлял 50 копеек, и ел напополам со мной. Ну, потому что, типа, иначе бы я вообще их не получил. Вот такая хуйня приходила, приходилось делиться. Ну, надо было занять один раз. Рубль. А муж говорит, дай мне вообще 10 копеек, и я тебе верну завтра. Еще я не догадался, Юрий. Это смышляный парень. Что я жираю, Юрий? Че? 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 Какая-то? Че придумано? А это все фемки. Вы, да... Причем тут феминизм? Э, я нравлюсь только девушкам, не напрашиваюсь ни на что, как бы комментарии. Давай прочитаем комментарии. А комментариев-то и нет. Эх, нету. А потому что... Тикток хуя нет, потому что. Да и, во-первых, во-вторых, что такое феминизм вообще? Это что такое? Борьба женщин за равные права. Вот именно. Но они это все возвели в такой культ именно. Они как борьба, что теперь им еще и должны все остались, понимаешь? Типа, блядь, все равно уже права, они как бы качают сверх того, что им надо. Ну, не все. Ну, не все, но те, кто не так правильно трактуют феминизм, они вот этим уже как бы пользуются. А это уже уголовка, нахуй. Вы понимаете, да? Нет? Это уже уголовная статья, блядь. Это уже уголовная. Вам, вас делают там ковырялками. Вы учтите, блядь. Будете ковырять вонючие старые пезды. Как в этом фильме про наркоманов. Будете в конце на стропон вот так насаживаться и толстый негр будет кричать задница к заднице. Помнишь этот фильм? Конечно. Классный фильм. Это же задница к заднице. Реакуем по мечте. Да, да, да. Давай родителей в студию позовем, пусть они с ним разбираются. Вау. Мы-то здесь пришли. Вот вам ваша дитя. Я был на этой передаче. И что? Да? Не конкретно на этой, но я был. И что ты делал? Я сидел, слушал. Там все люди сидят за этой занавеской. Есть даже выпуск. Я что-то сказал, потому что волновался, неуверенно. Меня вообще вырезали. Вырезали? Не, и там видно, я сижу такой, да, слушаю что-то. То есть ты прямо... Но когда все говорят свое мнение, высказывают, до меня микрофон не доходит, потому что меня вырезали. В финальном монтаже. Зато ты там оказался самым умным. Да, я там сижу. Вы же посмотрели такие, блин, а этот человек не сказал, не сказал. Рядом с Гордоном. И что здесь будет? Здравствуйте. Здравствуйте. Это сын такой. Вы знаете, сколько весит ваш сын? Конечно, нам бы хотелось, чтобы, может быть, он был бы пополнее, да? Вот. Но... Как бы для своего возраста... Гензель и Гретта хотят откормить ребеночка, чтобы скушать его. Блять, мне... Вот есть мои рейси, туда сервис сказали, типа, нам бы хотелось, чтобы был, конечно, чуть похудее сын, но и такой нормальный, но типа, и что такого? О, вообще, о чем базар? Он совершеннолетний, он же может чего-то говорить. Он, наверное, несовершеннолетний. А-а-а... Так, для своего возраста. Мне кажется, что... Ой, да нахуй, это все... Своих проблем достаточно, знаете, еще смотреть, пусть говорят, где там еще их больше. Я вам честно скажу, что вот я считаю так. Если проблема не высосана из пальца, блять, и она действительно требует... А кто решает, высосанная или не высосанная? Ну как же. Ну вот твой диабет высосан из пальца или не высосан из пальца? Нет. А кровь-то откуда будешь брать? Из пальца. А-а-а... Что? А вот... Что? Адебал? Конечно, тонкая игра. Высосанная из пальца. Блять, ну ты что? Твоя проблема. Как же с ней бороться? Ладно. Прикольно. Подожди. Чувак сыграл. Прямо быстро научился. Слушай, ну страшная хуйня. Да, ну постоянно, ну а че ты... Ну нет, тут ты конкретно видел, какое лицо поменялось? Ну страшно, так они маску на себя накладывали. Ну понятно, понятно. Ты опять ищешь рациональное объяснение полтергейст. Понимаешь? Юлик, тебе этого недостаточно, что вот это было уже как бы странно? Ну ладно. Это знаешь, это ты маленький, пытаешься заснуть, когда твои родители гуляют в соседней комнате. А ты лежишь. А я говорил, нет, как-то раз, я мне это вот надоело все. Я пошел в комнату родителей, там лег, включил кассету батя одну из моих родителей. И батя зашел и просто выключил. Нельзя такое смотреть тебе. Извините. Я просто видел тебя из-за того, и... Я просто хотел сказать тебе, что ты очень красивая и может быть... Тоже домогательство? Ставься, я коврю. Я взялся и умерла, и потом в 10 лет, ты find me cheating on you with an 80-year-old woman. And you're angry, but yet also confused as to find out about my newly grown fetish for older women. And then you divorced me, and we both took back at all the precious and valuable time that we wasted together. Здорово, я Кевин. Здорово, я тебя. Здорово, я тебя. И ты? Кристина. Кристина, cool, cool. То есть, я могу взять твой номер? Это такая шутка. Нет. Это любовь. Слушай, ну такой предприимчивый. Ну, когда ты выглядишь, как Уанта, наверное, ты можешь такую херню... Когда ты выглядишь, как Убер-маргинал, если ты подойдешь к девушке, она полицию вызовет. И сразу начнешь говорить, мы с тобой до восьми... А-а-а-а. Что это дело? Я вам, там, свяжу, просто черно. Должно теперь вести... Молодой уже богат Нет, это какая-то другая песня Ну да, но я имею в виду А что это? Мерседес? Да, дорогая машина просто у человека хвастается И пьет энергетики Адреналин какой-то раш И едут на Мерседесе Класс, вот это золотая молодежь Вот это я понимаю За рекламу писать на почту Один лайк Все, давай напишем Рекламируешь, может мой Прорекламируй наш канал А сколько за эту рекламу можно заплатить? 10-100 рублей Дети любят таким заниматься Они ведут маленькие каналы и продают рекламу за 10 рублей Да? Я у всех у них куплю рекламу Найду Я на 100% уверен, что этот план должен сработать Я вот когда его придумал Потом так в зеркало посмотрелся И подумал Ну какой же я молодец Какие же планы я придумываю? Ну я слыхал, конечно, что Вот всякие такие МЖ, МЖ Это якобы укрепляет отношения Я думаю Это все дело тех людей, которые этим занимаются Ну понятное дело, но все равно В целом-то это Если ты этим занимаешься, не стоит это афишировать Во-первых, во-вторых, это ненормально В любом случае, я считаю Потому что Это что такое? Типа на глазах у твоей девушки Ты ебешь кого-то А если это... Она такая Она такая Она такая Ты же у тебя же на два хуя Она ходит такая рядом Ух, блядь! Круто мы ебемся, да? Ты разрешила? Вообще, блин, да? Ты разрешила, Жак? Я как бы рядом, чтобы тоже Нет, я сдывать Хватка не терять А прикинь, она такая Так, все, меняемся Ты такой Не, мне нравится И так Не было тройничка в моем мерче Порноактеры Как бы Вот вам новое задание О, да Новое задание Тройничок в моем мерче Вот это уже другое дело Там такие просмотры у них На перезаливах по миллиону просмотров На всяких Левых порносайтах Так что, ребята, давайте Это вам И вам выгодно И я как бы в истории останусь То есть и вашим, и нашим, да? Ссылку на мерч обязательно указывайте Чего? Карандашом кормит? Что он пытается сделать? Еще древаю Лекарство какое-то или что? А, это день 4 лечения лекарствами Да, слушайте, ну, эту рыбку надо вылечить Она стоит, блядь, очень дорого, мне кажется Сколько? Неск, может, тысяч долларов Может стоить такая рыбка? Напишите, друзья, что за рыба такая Мы, конечно, не видели Настя Она может стоить несколько тысяч долларов Настя рыбка Блядь Ее определенно нужно лечить Надо, надо Вот шел четвертый день лечения Насте рыбки Вот прям За глотолами До конца И все-таки не понимают, что это? А он все лезет и лезет, лезет и лезет Прямо ей в рот И прямо на самом конце А потом Сдувается Вылечено Это лекарство, которое нужно давать, конечно Наказано Но самое главное Переносить рыбки нельзя вообще ничего говорить Просто молча ебать, наверное Все А ей обидно, конечно А что делать? Обидно Ты же потом всем расскажешь, что было здесь Нихуя А что-то я не понял Я видел такой прикольный видос Тоже в ТикТоке Там две девушки пытались с парнем такое сделать И он подпрыгнул Они ударили Он руки вот так сделал И разбил нос одной У нее кровь листала Ну они получили Что заслужили Я хочу сказать Это ужасный ТикТок Я хочу рассказать вам что-то о русском ТикТок Есть один большой проблем для нас Эта недвижимость знает, что не много людей в Европе или Америке знают русского Поэтому они не рекомендуют наши видео Поэтому я решил сделать один эксперимент В следующий месяц я буду создать видео Таким образом Два этих русских и англоязычных Интересно А есть ли комментарии от англоязычных? Пока только русское вижу Он ни хэштега, ничего не давал Это идиотский эксперимент Потому что ТикТок-то видит, что он находится в России И показывает эти ТикТоки в России Нужно было хотя бы хэштег или, я не знаю, локацию изменить как-то свою Ну понятно, короче, этот человек говорит Я буду говорить на супер понятном языке для всех Тем не менее, он даже не сделал элементарного таргетинга Никому говорить, все ясно Ну я вообще не знаю даже Вот как бы ты хотел бы подраться Ну нормально так Попиздиться не хочешь? Не, не хочешь А с кем? Не, не хочу Не, нет, конечно Ну не, ну просто не сильно Не хочу, я вообще не хочу драться Ну Юлик, ну надо когда-то становиться мужчиной Не хочу ТикТоки глядеть Пусть за меня кто-нибудь дерется Я заплачу из-за меня Ты вам пельмени позовешь, скажешь Пельмени? За меня пельмени будет? А, да У меня одной ладошки просто вот У него ладонь огромная, вот больше моего лица в несколько раз А у него кличка пельмень? Ну он вообще, насколько я слышал, что ему не нравится, что он называет пельменем Он просто, кто ему дал эту кличку при старце, при первом самом, типа, каменных лицах И теперь он Пельмень Пельмень За спецназ пять раз Охуел пять Охуел далека Десять Ты что, ебанул? Ну что, это, ты боишь? Это ее жизнь, это ее жизнь, она учится в ПТУ То есть вот у них там вот обычно так Я учился в ПТУ А ты действительно? Я не ходил, не ходил на физру Я в то время ходил на бокс и думал, что мне эта физра Нахуй не упала Нахуй не упала Я пришел в один день и говорю, я готов сдать все нормативы А там нормативы очень простые Говорят, сейчас, все лето будешь ходить бегать с утра Я так, ну ладно Ну месяц, месяц нужно было бегать Но я мог сдать все нормативы в один день, но ему это не понравилось Не, у нас физкультура была, в универе по-другому сдавалась У нас был чел А потом лыжи купил он Кому? Вот так Им? Им Охуел Вот так, блядь Испытаю А в институте мячик всего лишь Лыжи, блядь Лыжи дорогущие, а что, с ботинками или нет, без креплений? Без, по-моему А, ну так, похуй Можно было прийти после две деревьев Вот те лыжи Так я, у нас было в универе, типа, этот самый препод по физкультуре Я вообще не ходил, вот как бы это второй или третий курс Короче, нужно было что-то решать Я помню, я пришел к нему и говорю, можешь как-нибудь договориться? Он так говорит, как мы с тобой договоримся? Ну как? Как мы с тобой договоримся, Власов? Как? Да, никак А потом такой, типа Короче Да, да, да Когда пресс за дверью закрытый был Он такой, короче, это самое Деньги есть? Я говорю, есть Он говорит, такой, сбегай в магазин сейчас, это Купи что-нибудь Горит Горит? Я тебе за это зачет поставил Чувак, да А я, я, я вообще говорю, типа, ходите, куплю вам коньяк, может, какой-нибудь Он такой, не, ну если ты богач, купи коньяк Я, короче, купил ему коньяк, принес А потом еще один чувак заходит Мировой мужик Да, а потом следующий чувак заходит, следом за мной, а он его спрашивает, типа Что же за счет? Он такой, ну да, не ходил Он такой, не ходил, значит, это За, 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 касть Купи мне У нас прямо в спортзале в этом стоял автомат с газировкой Он такой, банк уколы И он пошел, купил банк уколы Он такой, сдавайте зачетки Мы сдали все зачетки Он зашел, закрыл за собой дверь и было слышно, как подорвалась Кока-кола И он такой И мы такие, а он выходит, и у него нос сизый И он такой волосовый, так, и так Все, я всем раздал Круто, мужик Крутой был У него, знаешь, прям по хотению студенты появляются Да, 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 иди сбуху И так смешно было Он такой Деньги есть? Я говорю Есть Что ха Я-то еще на Волге ездил, я помню, быстро съездил Вообще в Графске у нас назывался Типа там Графья сидели всегда Магазин Это Со столовой вперемешку И они там бухали Вот я там взял Бутылку старого Кёнигсберга, как сейчас помню Нихера у него патлы Нет, непонятно Ну этот чувак похож на этот Модерн Толкинг Прям вообще один в один Но Как он такие патлы отрастил? Непонятно, да Причем, видишь, у него они типа кудрями Причем тут Вот у меня были Вот где-то максимум Вот до плечей Серьезно? Да Нифига себе Ну они у меня были прямые Всегда у меня не верят Серьезно? То есть ты как Фейс? Да Мог сделать Я на Новый год же выкладывал поздравления с Новым годом Где я с 2008 Мол, у меня там вот досюда прибавляют А я что-то не видел Надо посмотреть Это бы забавно Они всегда подыгрывают детям Ну детям стоит подыгрывать А он такой Мне нравится Ты должен был остановить силой своей Силой Не спасла тебя сила А мне больше всех всегда нравились штурмурсеры Чемовики во всех Звездных войнах Вот они самые, мне кажется, харизматичные Хотя они самые никчемные Понимаешь, типа, суть в том, что это неизвестный солдат Прямо вот такой Знаешь, он под маской может быть кто угодно Нет, то что клоны Это же все клоны Нет, 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 это на самом деле не так Там мог быть и я, например Может быть, под вот этим вот это я Кто знает? Понимаешь, о чем я говорю? Я убегал от директора, пока снимал за это в рекомендации, наверное, можно Но попало Угу И попало Вообще никакого напряга по жизни Просто в гадах ходят Ездят на лестницах по улице Пройдусь по снежку, похрущу Никаких нет проблем Сниму тикток А у тебя диабет, а ты не знаешь А диабет? Это ж надо инсулин колоть по часам Ходить, сидеть с диетой Есть только на фруктозе все Не от рук колбасой, парень Нет, колбасы не ел Ладно Какого хрена? Я ничего не сделал Ой, что это у тебя три? Да уж точно не оригами, Боб Вы что, прикалываетесь? Похоже, это то, что юридически зовется Запрещенным веществом Нееет Так пальчиков-то на нем нету Так да, а как они это сделают? А ну Да Определенно запрещенное вещество И вы говорите, что обнаружили его при задержанном, верно? Он прятал его в ваннусе, ваша честь Ах ты грязное животное, не стыда, не совести Это уже сбытречь Вы охренели оба Че, блин, они вам прикололи, что ли, видимо Ну нет, я думаю, что у нас Кстати, вот я давно-давно не слышу, чтобы у нас Какие-то были случаи, когда подбрасывали Подбрасывала полиция кому-то что-то В Санкт-Петербурге этого почти уже и нет, мне кажется Ну, мы так и надо Честно-честно, я не понимаю вот этого всего резонанса Хотя нет, почему же я понимаю, что произвол, он, конечно, всегда останется Он и был, потому что есть люди, которые просто не понимают своей ответственности перед обществом Но в целом, я хочу сказать, что намного улучшилось положение вот именно Потому что вот как автомобилист, я стою где-нибудь просто на обочине, пью кофе, никого не трогаю Ко мне еще года 3-4 назад, блядь, вот ни разу не проедет Бобик мимо меня, чтобы не остановиться, не выйти, не посмотреть, не высветить на меня фонариком и не пошмонать мне всю машину Серьезно? Причем мне машину всегда шмонали без всяких вот протоколов, блядь Один раз я заикнулся, сказал, типа, а где же два понятых человека, вы же проводите, типа, досмотр, а не осмотр А смотр это просто можно смотреть А там прям все, открывается багажник, поднимаются коврики, это уже досмотр А мне сказали, типа, чувак, тебе больше всех надо, сейчас посмотрим и поедешь А я тогда еще был, ну, такой Молодой Да, да, я ничего не говорил, наверное Но стоило бы, конечно Но меньше, меньше, меньше Не стоило тогда, да А может и не стоило Не стоило, и хорошо Ну вот поэтому я сейчас не в тюрьме Ты так хочешь? Да Какой хочешь? Не знаю Что можно сделать за это? Не знаю, что ты хочешь Ого Я уже возбуждаюсь А что, что тебе не нравится? Ты как-то еще Ты завидуешь просто людям, которым легко достается секс, видимо Просто вот на улице подходит человек в костюме Детпула Это все, что нужно было Вот тебе надо покупать дорогих машин, яхт, ничего Просто тебе нужен костюм Детпула Так ему его снять придется Зачем? Это уже наверняка предусмотрено молния какая-нибудь Да, они же ненадолго, они же не собираются жить всю жизнь Это такой доверчивый Типа, можно снять это Человек А как он жениться будет? Даст наклык и дальше пойдет Смыться Он даже скажет, типа Меня изнасиловали Кто? Детпула Человек в костюме Детпула А Педипай так может насиловать? Им будут говорить Меня Педипай изнасиловал Такие, так, кто Тедипай? Ты че дура Ты наркоманка что ли? Самый известный видеоблогер вообще в мире Себя Тедипон В Таганроге А он проездом был Таганрог Перелетал, да, как-то там Пересадки Просто вышел и оборщицу выебал Моментально Да, молодой У меня бывает такое иногда Я как-то раз Ночью поет? Нет, я слышал прямо вот все реплики из фильма, который смотрел сосед за стеной ночью Я прям даже знал, что это за фильм, я его смотрел до этого, я прям вот слушал, типа Юра говорил, ты какой-то фильм наизусть знаешь Беспредел знаю наизусть Серьезно? Прям вообще с диалогом? Ну, ты вот больше свою часть, да, практически весь А много фильмов наизусть знаю А сколько раз ты их смотрел? Ну, не знаю, я вот так не буду врать Может, у тебя уникальная память? О всех у чушь запоминаю, я вам так скажу Вот я все эти истории, которые рассказываю, я там читал, я здесь читал Я бывал, их читал несколько лет назад Я просто вот тут дерьмо ебаная, которая мне по жизни никогда не помогала Я вот только сейчас вспоминаю и думаю, что где-то уместно это рассказать Просто здесь Жизнь, я всю жизнь занимался херней, которую, думаю, мне никогда не пригодится Именно в видеоблогинге Она пригодилась Она пригодилась, да Знаете, вот, типа, про бомжа из Чехии, вот я рассказывал, типа, где бы еще я мог об этом рассказать? Нигде Только тут, ребятам Просто 20 с лишним лет копили все вот это, чтобы вот за несколько лет сгореть Итак, хочется вам все рассказать, у меня столько интересных историй, конечно, есть, но они все по случаю, потому что так, ну, смысл их рассказывать просто наугад А вот подойдет история, я так и расскажу Вот была только что история И причем, вы знаете, что смотрел форсаж, токийский дрифт Это какая часть? Ну, по идее, по-моему, третья Ну, вот, за стеной чувак слушал Вообще никуда не понимает О, я люблю такое Вот именно, всякие гитар-хиру и прочее мне Юра так и не дал Он просился когда-то, говорит, в гитар-хиру поиграю, а он не продается, не купить В смысле? Ну, вот я когда смотрел, это было вот еще, может быть, ну, год назад Тогда уже все, типа, он снят с производства, и мне было нигде не купить гитар-хиру Вот эту штуку? Да, для PlayStation, да, все, вообще нет нигде Я вот такой Юра мог играть, и то он потом вот какую-то гитару делал и так и не дал Закажи нам, а можно какого-нибудь Наверное, есть не распечатанное Ну, мне бы распечатанное подошло, просто... Не носи ношеное, не иби брошенное А мы пьяные и счастливые, как будто по шестнадцать Мы закружили станции, лезем целоваться И нас не понимают, нам нравится смеяться, болтаем на своем Это чувак, это детка вместо... Да, но вот, почему мне кажется, что вот если бы они приехали на сельскую дискотеку В другую деревню, им бы ебал так набили Почему? Это пиздец, я не знаю, вот как-то они вот люди такие, прям по ним видно, что вот, знаешь, приехали за нашими шлюхами Вот такой человек, знаешь, типа такие вот предприимчивые Угроза Предприимчивые, веселые, то есть могут там что-то пошутить остроумно Такие, видишь, два сапога пара Привлекают к нему Да, привлекают к себе много внимания Телки там, за них это все шляются Вижу, что это просто, блядь А знаешь, как это всегда было и будет Просто они такие, ага, суки Выходишь на улицу и ждешь на крыльце С пацанами куришь И они вываливаются там, типа девочки, телефончики Ты же в Питере у вас, они в селе А ты в смысле? Я каждый год ездил к деду в деревню И выбили там приезжих Не, я был маленький слишком, я там ничего не делал Я как-то раз там на велосипеде катался И я видел эту хуйню, типа там был чел, по-моему, знаете, как у него была кликуха Дермантин, по-моему, или... Как-то так, вот этот хуйня, бред какой-то, типа дермантин И вот он приехал в соседнюю деревню И там, типа, телок клеил И его отпиздили в кустах Очень сильно, очень, очень сильно Так хотел потратиться Ладно, еще одна история есть про деревню тоже, раз уж мы заговорили Короче, был там чувак, у него была кликуха Монот Он, короче, типа у бабки тиснул клубок ниток шелковых А тема такая, если ты натягиваешь шелковую нитку через дорогу, через трассу То ночью, когда светит машина на эту нитку, то она кажется не ниткой, а охуевший канат Жирный, потому что шелковая нитка, она рассеивает свет, она отсвечивает Как будто бы ты едешь вот на натянутый канат огромный Нифига себе Да, и вот он натянул И, блядь, короче, типа чуваки начали угорать Кто проедет, кто остановится Несколько машин проехало Несколько машин вообще резко остановилось А то, блядь, опасная хуйня То есть могли бы люди перевернуться и все такое А он, короче, этот Монот, сидел все время там как бы близко очень, где-то в кустах А остальные люди, которые, по мнению, отошли там примерно, ну, за сколько там метров за 20 Может быть побольше даже к дровянику какому-то И спрятались за него, чтобы можно было быстро убежать Так вот, этот Монот сидел, сидел в этих кустах И менты поехали Они подъезжают, останавливаются Они ничего не рвут, ничего Выходят, сразу фонарики Включают, начинают смотреть по кустам А Монот сразу прыгнул и вот так вот лег в канаву, которая прямо придорожная И они вот так вот Вставай, епту И все И посадили его? И вывезли его Нет, не посадили, но его, мне кажется, там вообще отпиздили конкретно Я его несколько дней не видел Он, блядь, был очень плохой, когда я его видел То есть он вообще шелковый шел То есть там вообще, говорит, не, не, это никуда Не пойду Мне их на бутылку там сажали, мне кажется А сейчас я его видел года два назад Он теперь из этой деревни ездит в Петербург Покупает керамический туалет и возит их в деревню Смешно, если бы он нитки шелковые покупал Ха-ха-ха, обратно возил это все А он тебе бизнесменом стал? Представляете, туалеты продает Предприимчивый Пожалуйста, я не буду Я тебе дамку хочу попробовать, а ты мне свайбу У меня очень мало, мне очень вкусно Пожалуйста, мне тоже вкусно Смотри У меня наполнение какое Постанова голимая Я думаю, нет, такое всегда происходит Ну, я делюсь, конечно, всегда, но Я не люблю делиться Я готов все отдать, если на столе что-то лежит мое Но вот именно из рук, что я ем, я как собака не могу отдать Ты прям начинаешь рычать Я очень серьезно Потому что я вижу еду Я уже для себя психологически решил, что вот то, что я держу там в тарелке, в руках Я хочу все это съесть до последней крошки И даже самый маленький кусочек То есть ты уже это взял? Я уже это взял, это уже мое Это уже, по сути, у меня в желудке находится Как я это отдам? Если я что-то отдам кусочек То в желудке как бы будет рассинхронизация Логика в этом есть, я тебя понял Меня это очень корежит А вот все, что мое, но как бы не в руках С этим я легко расстаюсь Ну что же, Юлик очень хороший совет жизненный Может быть, вы будете им пользоваться На этом все Мы посмотрели очень интересную серию ТикТок Надеюсь, вам понравилось Пожалуйста, подписывайтесь на Юлика Там очень интересные серии и ТикТока И мы смотрим аниме Джо-Джо Мы уже дошли до Че-то Восемнадцатой серии Вау, как мы быстро идем Друзья, так смешно, так интересно Поэтому переходите и смотрите Пожалуйста, у Юлика на канале А вам большое спасибо, что были вместе с нами Подписывайтесь на меня И до новых встреч Бей их колокол Субтитры сделал DimaTorzok